Доктор физико-математических наук Дорогие друзья, уважаемые участники, единственная просьба во время лекции не ходить по аудитории и не выходить из нее. Вам слово. Спасибо. Я тут по приглашению, чтобы говорить о волконских. Я имею честь быть потомком волконских, главный декабристов волконского. И тоже одновременно Ломоносова, Александра Невского, Гетмана Разумовского и многих достопримечательностей России. Я родился в Италии и жил как итальянец в молодости, в детстве. Не зная, я знал, что мы русские, потому что мои родители русские. Я знал, что я живу в этой среде. И я знал, что все наши друзья имеют звонкие фамилии, которые тоже потомки каких-то достопримечательных людей русской империи. Тут я хочу только сказать, что я много чего прочел о моего предкова Сергея Григорьевича Волконского, чего я раньше не знал. Конечно, я читал воспоминания Марии Николаевны Раевской, жены Волконского и самого Волконского. И хочу сказать, что я обнаружил что-то, что я прочел. Я ничего сам не знал, я все читаю, потому что меня это интересует, что воспоминания Волконского употребляются тоже для войны. Потому что он их писал не когда он уже был в отставке в древнем возрасте, он это писал пока эти события происходили. Потому научные историки, которые интересуются войне с Наполеоном, читают его воспоминания с этой целью, чтобы правду узнать, что происходило. И тоже то, что я обнаружил, что, как вы все знаете, в России, к сожалению, всегда цензура. Она была в императорское время и потом в советском время. Здесь она теперь, я не знаю, это вам судить, я не знаю, что происходит теперь в России. Но я читал, что воспоминания Волконского были исправлены, чтобы он не выглядел бы как революционер, который хочет убить царскую семью. И, в общем, вышел так, чтобы его воспоминания были бы как будто это либерал, который любит свободу, написал свои воспоминания. Ну, в общем, для меня это семейная хроника, потому что мой отец был внуком, любимым внуком Елены Сергеевны Волконской, которая вышла замуж за Николая Аркадьевича Кочубея в Париже в 1800, я уже не помню каком, и умерла. Она родилась в 1835 году и скончалась в 1916 году. Потому что это любовь моего отца к своей бабушке и тот факт, что бабушка ему рассказывала все эти события, которые произошли в Сибири. И почему они произошли? Потому что это такое, как говорят, прямофащие, что это, в общем, идет от слов человека, который это все пережил. Как вы знаете, Сергей Григорьевич сделался генерал-майором в очень раннем возрасте, 24 года. Он был записан в полк, когда ему было 14 лет. И он участвовал в 58 баталь, сражениях. И очень храбро в этом участвовал. Кроме того, что он был военный, он тоже интересовался Россией, как какое должно было бы быть правительство. И тут Никита Михайлович Муравьев, который был предок моей покойной первой жены, написал, предложил, чтобы Россия была бы введена, употребляла бы американскую конституцию, но чтобы Романовы были бы действовали, как избранные президенты. Это довольно интересно. Но чтобы был бы Сенат и было бы правительство очень похоже на Соединенных Штатах. Этот Волконский об этом знал, потому что это в тайном обществе декабристов, это было известно. А кроме этого, он встретил немцев, которые воевали на стороне в Соединенных Штатах против Англии, Английской империи. И когда он с ними встретился, я не помню, на каком бою он с ними встретился, он захотел ехать в Штаты. Но как-то это не удалось. Или ему государь не позволил. Не знаю, но он не поехал. Но его интересовало все. Не только война и бой, а тоже какое правительство. И мы не думаем, что он спрашивал, чтобы поддерживать то движение среди декабристов, чтобы уничтожить царскую семью. Тогда был такой подход, что даже если будет революция, царская семья может вернуться так же, как бурбоны вернулись во Францию. Поэтому единственный способ – это всех их уничтожить. Теперь это происходит и теперь, как вы знаете, потому что большевики уничтожили всех, и теперь есть претенденты в России на царский престол. Это очень интересно. Но самое интересное тоже, что Толстой, родственник Волконского, мать Толстого была троюродная сестра этого Сергея Григорьевича Волконского, он хотел написать эпопею о декабристов и назвал героя Петром Лабазовым. И главное, он хотел узнать от Сергея Григорьевича, как это все происходило и почему. И не знаю, как это случилось, но они встретились в моем родном городе, во Флоренции, в Италии, в 1861 году. И Толстой, который уже написал три главы этого романа про декабристов, понял, что он не совсем все объясняет и никак не знал, чем начать. Начать ли в 1925 году, когда было восстание на Синянской площади, или начать ли раньше. В общем, он мучился и в конце концов написал «Войну и мир». А потому «Война и мир» в общем, было написано из-за того, что Толстой хотел описать декабристов главных своего родственника Волконского. Волконский очень почтенно себя вел и, к сожалению, его мать, не мать, а тетушка Софья Григорьевна. Надо сказать, что Русская империя в то время все имущества Волконского были отняты и он был без гроша. и всякие члены Волконских хотели взять тоже его долю и имущество. Единственное было это Белосельская Зинаида, которая была близким другом Марии Николаевны Волконской. Она приехала в Сибирь и повезла туда рояль или, можно сказать, лучше пианино, который до сих пор существует в музее декабристов. И благодать, благодарность Волконский и его супруга Мария Николаевна, когда они были в Италии после освобождения в 1956 году, поехали в Рим ее навестить и подарили портреты своих родителей. К сожалению, этими портретами потом заведула моя троюродная сестра Волконская и к ужасу моей сестры и мною, она эти портреты подарила каким-то Волконским, не как я знаю, каким Волконским, который с нами в родстве, в дальнем родстве, но ничего общего не иметь с декабристами. Но это вообще ничего, мы это пережили, и потом она мне объяснила Андрею, я ей подарил вот этой даме, потому что я знаю, что у тебя нет денег, а у нее много денег, а я хотел продать за большие деньги, но это в общем семейные детали. Но главное, важно, теперь, что мы чествуем Толстого, знать, что Толстой и Волконский дружили и встретились во Флоренции в 1861 году. На этом, мне кажется, все то, что могу сказать про Волконский, хотя мы все продолжаемся, потому что у декабриста Волконского и его жены Марии Николаевны Раевской был сын и была дочь. Первый их сын, Николенко, как вы, наверное, знаете, остался под ведемой бабушки и не поехал в Сибирь. Мария Николаевна была вторая из жен декабристов, которые поехали в Сибирь. Первая была Каташ Тубецкая. И это, конечно, показывает, я думаю, почему мой отец так любил свою бабушку и так интересовался, потому что она родилась в Сибири и не только родилась в Сибири, но она испытывала сибирскую жизнь. К сожалению, ее мать, до сих пор мы не понимаем, почему, выдала ее замуж за чиновника русского посольства, не посольства, но этого русского определения. И потому она только после смерти своего мужа Молчанова, у которого у них был замечательный сын Сергей Молчанов, который был любимый дядюшка моего отца. Это на Украине, где они жили, в Воронках, в имении Кочубеев. И потому дядя Сергей Молчанов был чудный, но будто бы его отец его обвиняли в всяких воровстве, не знаю, в чем. И он был несчастный человек и в больших страданиях умер, хотя его дочь Елена Сергеевна за ним ухаживала, жена, не дочь, жена, ухаживала до последней минуты. И тут два анекдота чудных, которые явно Елена Сергеевна рассказывала моему отцу, которые случили. Один анекдот, это было в Петербурге, и государь-император Николай Первый пошел на какое-то представление или балет, и ему какая-то молодая женщина очень понравилась, и он потом своего адъютанта Петра Михайловича Волконского спросил, а кто эта красивая женщина, девочка, которая с тобой сидела, и он сказал, это Елена Сергеевна Нелли, дочь Сергея, на что Николай Первый ответил, Сергея не существует, он умер. Ну, в общем, бабушка, моя прабабушка, была в полном восторге, что так ее оценили, но она ходила в больницу к Сергею Михайловичу Волконскому, потому что это был любимый ее дядюшка, и государ отказывался с ней говорить, она там была при своем дяде, а государ там сидел и отказывался с ней говорить, тогда она, в общем, перестала туда ходить, но потом был очень тоже приятный случай, когда была эмансипация, и Александр Второй был большой прием, масса народу, и вдруг она чувствует, что публика расходится, и как-то она единственная там стоит, и правда государь Александр Второй подошел к ней и объявил, я просил вашего отца, отца, он теперь свободный человек, и могу вам сообщить, что ваш брат скачет в Иркутск, чтобы это ему сообщить. Ну вот, это такие переживания, которые у нас в семье, и которые я тоже испытал в музее декабристов в Иркутске, куда меня пригласили несколько раз участвовать в их работе. Вот, что я хочу сказать, но и главный, конечно, сегодняшний день посвящен Толстому, и вам могу сказать, что в Америке его очень чествует, очень много потомков Толстого живут в Штатах, они приезжают изытка, но приезжают, как все потомки, на встречи в Ясной Поляне. Я вас поздравляю с этим праздником, не с декабристом, а с Толстым, которого чествует в этом году, и благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова